Девушки отдыхают Девушки отдыхают После окончания гимназии Менделеев приезжает в Петербург Обучаясь в главном педагогическом институте, он увлекается химией В то время уже многое было известно о физических и химических свойствах элементов О разнообразии форм, в которых они существуют В институте Менделеев пишет свою первую научную работу Некоторые сходные по свойствам элементы образуют химические соединения, сходные по формам кристалла Менделеев изучает и удельные объемы, пытаясь на их основе классифицировать простые вещества и соединения Идея классификации давно интересовала многих ученых Михаил Васильевич Ломоносов заложил основы атомно-молекулярного учения Под знаком которого развивалась химия 19 века Лавуазье разделил все известные ему простые тела на 4 группы В соответствии с тем, какие соединения образуют они с кислородом Джон Дальтон создал модели атомной структуры И ввел понятие атомной массы Или, как тогда говорили, атомного веса Деберейнер ввел понятие о триадах Группах из трех сходных элементов Внутри которых существует закономерное изменение атомных масс Позднее было установлено наличие групп из четырех и более сходных элементов Французский химик де Шанкартуа разместил элементы по спирали Пытаясь связать изменения свойств с атомной массой Ньюлинс установил закон октав Он нашел, что свойства повторяются через каждые семь элементов Подобно повторению звуков в музыкальной октаве Первые таблицы, охватывающие все известные к тому времени элементы Были составлены Одлингом и Лотером Мейером Но эти таблицы представляли собой построения В основе которых не было ясно выраженной закономерности Известно много групп сходных элементов Но знакомство с ними невольно наводит на вопрос Где же причина сходства? Чем сходны, к примеру, галогены? Соединяясь с металлами Галогены дают соли Очень сходные друг с другом Они хорошо растворяются в воде При действии нитрата серебра на эти растворы Образуются нерастворимые осадки Также сходные друг с другом Что же положить в основу поиска закономерностей? Решающим моментом в развитии моей мысли о периодическом законе Я считаю 1860 год Съезд химиков в Карлсруе В котором я участвовал На конгрессе была впервые принята система расчета атомных масс Идея возможной периодичности свойств элементов При возрастании атомного веса В сущности уже тогда мне представилась внутренне И в 1869 году Ученый формулирует свой основной принцип классификации Надо искать функционального соответствия Между индивидуальными свойствами элементов И их атомными весами Первая запись этого дня Хлор и калий Рассмотрим их свойства Калий твердое вещество Активный металл При взаимодействии с водой образует щелочь Выделяющийся водород Самовозгорается Хлор Газ По характеру взаимодействия с железом Видно, что он активный Не металл По какому же признаку можно сблизить Такие резко противоположные Между собой элементы По атомной массе Ее значению обоих элементов Близки Это явилось Руководящим началом построения Естественной системы элементов Рядом с калием Менделеев размещает Сходные с ним по свойствам Щелочные металлы Рядом с хлором Галогены К атомным массам Галогенов Ближе других Атомные массы Элементов Группы кислорода За ней следуют Группы Азота И углерода Минимальная разность Атомных масс Щелочных металлов И щелочноземельных Определяет места Кальция Стронция Бария Эти шесть групп Ясно показывают Что между Естественными свойствами Элементов И величиной Их атомного веса Существует Некоторое Точное отношение От углерода Идет постепенное Нарастание Неметаллических Свойств До активнейшего Неметалла Фтора Затем происходит Резкий скачок К активному металлу Натрию Далее Неметаллические Свойства Снова нарастают До очередного Галогена И падают При входе К щелочному металлу Не подлежит Сомнению Что и множество Общих физических Свойств Окажется Также В периодической Зависимости От атомных весов При возрастании Атомных масс Периодически Изменяются Атомные объемы Температуры плавления Также изменяются Периодически Менделеев Называет Свою таблицу Опытом Системы элементов Основанной На их атомном весе И химическом Сходстве Это было 17 февраля 1 марта По новому стилю 1869 года Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok